Здарова! В одном из прошлых роликов я мельком писал о том, что если мы достигаем 3333 лайков под роликом, то я делаю видео по переделке Windows 11 в Windows 2000. Именно этого числа мы достичь не смогли, но там более 3000 лайков, поэтому засчитываю. И раз уж я обещал, то поехали! Windows 11 с самого своего создания решила давно отдалиться от того старого и прочего легаси дизайна, который присутствовал в Windows, начиная с версии Vista. И Microsoft действительно провели достойную работу по освежению интерфейса. Ну, почти. Приятные анимации, сам по себе дизайн радует глаз. Но, почему бы нам не вернуться назад до уровня Windows 2000, в то же время не возвращая старую версию Windows? Об этом сегодняшнее видео и будет посвящено. Что мы вообще хотим сделать? Во-первых, максимально приблизить Windows 11 к стилю Windows 2000. Во-вторых, сделать это все дело как минимум рабочим и попытаться обойтись без каких-либо костылей. Получится ли это или нет, я не знаю, поэтому это будет скорее всего любительским проектом по переделке интерфейса. Многие могут сказать, а-ля Данила, чё ты за некрофили, тебе чё, делать нечего что ли? Начнем с того, что мне всегда было интересно копаться в каких-либо системах, будь это Windows или Linux. MacOS я не копал, так как у меня нет какого-либо устройства на этой платформе, а Хакинтош я слегка не люблю. А в Linux я не разбираюсь так, как и разбираюсь с системами Windows, чтобы на эту тему ролики записывать. Но, что-то мы слегка отошли от темы. В общем, давайте начнем и по ходу процесса мы будем постепенно знакомиться с программами, которые нам нужны для переделки. Перед тем, как начать работу, нам нужно обязательно сделать точку восстановления, на случай, если вдруг что-то пойдет не так. Даже если ничего такого не случится, ничего страшного, это действие все равно полезно. Также из архива со всеми программами для переделки, кстати ссылку на архив я оставлю в телеграм-канале, в папке с нулевым пунктом вам необходимо установить последнюю версию .NET Runtime. Они нам понадобятся для работы некоторых приложений. Также нужно установить старый диспетчер задач, так как современная версия диспетчера задач не имеет понятия о том, что есть такой вариант рендера дизайна, как классический стиль. И как уже можно понять, при включении классической темы, современный диспетчер задач будет говорить нам адьос на моменте запуска, а нам такое не нужно, ну согласитесь же. Ну и последнее, перед началом работы я отключу защитник Windows на корню. Нет, в архиве не содержится каких-либо вирусов и прочих зловредных программ, просто мне лично этот Windows Defender не нравится. После всех приготовлений мы перезагружаем систему и на этом моменте я хочу напомнить, что все действия проводятся на виртуальной машине. Любое неаккуратное движение или неосознанное действие повышает риск полной поломки системы. Но мы теперь уже точно начинаем. А, да, забыл сказать, что все это проверяется на Windows 11 Build 22000.493. Первым пунктом у нас будет копирование файлов на диск C. Для этого мы создадим папку, например, Classic, и скинем туда все файлы, которые присутствуют в папке с первым пунктом. Здесь она содержит папки с иконками для адресной строки и проводника, программу RetroBar, которая переделывает панель задач вашей системы под стиль какой-либо старой версии Windows, будь это Windows 98 или Windows 100, и файл class.xdmtray.exe. Она как раз таки и редактирует некоторые моменты в памяти для включения классической темы оформления, которая была в старых Windows. После копирования необходимых файлов в папку Classic, которая находится на диске C, нам сейчас предстоит поработать с планировщиком задач и создать там задачи с определенными настройками. Для этого мы открываем планировщик задач, идем в папку Microsoft и там нажимаем «Создать задачу». Там мы указываем имя задачи как Classic, ставим галочки на выполнение задачи с наивысшими правами и скрытие задачи. Во вкладке «Три игры» мы создаем условия для задачи. Она будет всегда выполняться при входе в наш аккаунт. Во вкладке «Действия» мы создаем четыре команды, которые вы увидите на скриншоте. Первая команда вызывает планировщик задач и выполняет задачу с названием «ers», которую мы создадим попозже. Далее идет команда с включением той самой программы, которая даст нам классическую тему. Позже идет тот же самый планировщик задач, но с выполнением уже другой задачи и запуск командной строки с BAT-файлом, который для нас перезагрузит Explorer.exe. Во вкладке «Условия» мы снимаем там все галочки, а в параметрах мы снимаем галочки в остановке задач. Готово. Но это только одна задача. Нам нужно создать еще две. Вторую задачу мы назовем как Classic 2. Задача не будет скрытой и без каких-либо повышенных прав. Триггеры и остальные настройки такие же, как у прошлой задачи. Различия только в команде. Здесь мы будем вызывать username.exe. Третья задача будет называться как Apps. Так как из-за классической темы по стандарту не заводится UEP-приложения, то мы заведем их вручную. Дело все в одном файле, который просто при запуске не стартует. Application Framehost.exe. Все настройки и триггеры такие же, как в прошлых задачах. После создания задач в планировщике нам нужно отредактировать реестр, а именно одно значение, которое ведет на username.exe. username.exe служит для инициализации пользовательской среды окружения, то есть засчитывает вход в систему, использует групповую политику, запускает оболочку из-за значения сшел в реестре и так далее. Для этого мы идем по этому пути реестра, который вы видите на экране, и в нем меняем значение username.exe на путь к файлу планировщика задач, который будет содержать запуск задачи, который запустит ту самую инициализацию. Как-то запутанно и велосипедно звучит, да? Если это так, то извиняюсь. Следующим пунктом будет возвращение панели задачи из Windows 10, классического окна во время нажатия Alt-Tab, старого дизайна проводника и прочих мелочей, связанных с explore.exe. Для этого нам понадобится программа Explorer Patcher. Перед установкой мы импортируем файл реестра, который уже выстоит в некоторой доступной настройке. После установки Explorer Patcher проводник перезагрузится, и вместо панели задач вы увидите просто черную полоску. Это абсолютно нормально, пугаться не стоит. Открывайте настройки Explorer Patcher и выставляйте настройки, которые указаны на скриншотах. После выставления всех настроек и нажатия Restart File Explorer в левом нижнем углу у нас появляется старый дизайн переключения между окнами из времён первых Windows NT и старый трередактированный дизайн проводника из Windows 7. Теперь пришла пора установить RetroBar, который будет имитировать дизайн панели задач из старой Windows. Там нужно выбрать системную цветовую палитру и установить в настройках галочку автозапуска программы вместе с системой. В этой программе можно устанавливать тему панели задач вплоть до Windows Vista, редактировать трей и скрывать неиспользуемые значки и делать свои панели быстрого запуска. В общем, всё как было раньше. Возвращаем классическое меню пуск. Для этого нам поможет программа OpenShell. Появился этот самый OpenShell в 2018 году. Она является форком программы ClassicShell, разработчик которой прекратил разрабатывать программу в 2017 году, в результате чего развитие программы было передано сообществу. Данная программа возвращает не только меню пуск, но и добавляет модификации в проводник Internet Explorer. Только вот к последней программе уже вряд ли нужны какие-либо модификации. После того, как мы установили OpenShell, нам нужно импортировать в программу настройки меню пуск и панели инструментов, заменить один DLL-файл в каталоге с OpenShell и скопировать всю папку skins. Однако, замена DLL должна производиться при выключенном OpenShell, иначе проводник будет жаловаться на используемый в данный момент файл. Настало сейчас время отключить различные стандартные системные эффекты и установить стандартный курсор со времён Windows NT. Это делается очень легко, объяснять, я думаю, не нужно. А для, так скажем, экстрема олафа в архиве будет папка Extras с DLL-файлами для замены картинок брендинга о программе и курсорами из Windows 98. Так, если захотите побаловаться. Сейчас нам нужно проверить запуск классической темы, для этого мы перезагрузим наш ПК. Отлично, всё работает так, как задумывалось. Труды не зря были потрачены. Теперь можно приступать и дальше. Сейчас мы вернём цветовые схемы классической темы, которые были в старых Windows. Ну, типа классическая, стандартная, хаки, штормы и так далее. Для этого просто запустите файл реестра и откройте файл descan.cpl, который содержит старый дизайн в кладке оформления. И вуаля, вот вам классические цветовые схемы. Бонусом тут имеется не только стандартная, но и некоторые импровизированные варианты оформления. Далее вернём 3D-грани в дизайне списков, также запустив REC-файл. Дальше по списку мы ставим AutoHotKey. Эта утилита может сделать с интерфейсом системы вообще всё что угодно. Начиная от отключения кнопки свернуть, или возможность изменять размер окна, до полного изменения положения кнопок, или вовсе создания новых функций. Надо только знать его одноимённый язык, да и программирование в целом. Но, к счастью, в видео нам не придётся самостоятельно писать код для классической темы, так как у нас уже есть готовые скрипты для этого. Устанавливаем AutoHotKey, открываем папку TrueYourStartupFolder, и кидаем все файлы из папки в нашу папку для автозагрузки. Теперь нам нужно поработать с проводником и панелью инструментов. Видите, у нас здесь нет каких-либо сторонних панелей инструментов, а стандартные давным-давно были выпилены, или были глубоко спрятаны. Поэтому, если у вас с панельками такая же беда, как у меня в видео, то открывайте редактор реестра, идёте по пути, который вы видите на экране, значений ShowedToolbar просто поставьте 0 и сохраните. При открытии какого-либо окна проводника значение мигом переделается на 1, и панель инструментов покажется перед вами. Так как эта панель инструментов является частью OpenShell, а следовательно мы уже ранее импортировали необходимые настройки из файла, то сразу же приступаем к возвращению адресной строки. Для этого нам поможет программа QR-а Toolbar. Устанавливаем её, и после установки в проводнике в списке панель инструментов появляется данная программа. Включаем её, и, пожалуйста, вот вам адресная строка. И это не только какая-то обычная адресная строка, в ней можно вводить какие-либо запросы для поиска прямо из проводника, и он сразу же откроет одну из выбранных вами в настройках поисковую систему. Но нам нужно просто скрыть кнопки назад-вперёд и установить тему, которая всего лишь заменит логотип тулбара на надпись «Адрес» и сделает строку в стилистике Windows 2000. В принципе, основную переделку можно считать завершённой. Далее там идут мелочные настройки проводника, установка фона рабочего стола, возвращение старого окна выхода из аккаунта и прочее-прочее-прочее для тех, кому любопытно и на одной лишь переделке не останавливается. И ради прикола мне захотелось это всё проверить на реальном ПК. Как оно будет работать в, так скажем, реальных условиях? А как же оно работает на реальном железе? Это мы сейчас и выясним. Для этого я попросил своего товарища с Ryzen 5 2600 загрузить Windows 11 с установленной классической темой. И что же вы думали? Она очень быстро загрузилась в систему, применена с классической темой сразу же. Пуск работает, проводник не разваливается, как Nokia при падении. В общем, со встроенным софтом всё окей. Даже за время пребывания в системе винда уже успела установить драйвер на видеокарту. А я ведь её изначально устанавливал в виртуальной машине. Все программы, которые запускал мой брат в такой классической Windows 11, работали без каких-либо проблем вообще. Edge, Firefox, Audacity, Animp, даже экзотические программы по типу B в имя для воспроизведения MIDI тоже работали без графических глюков и нареканий вообще. Поэтому я бы не сказал, что на реальном железе есть серьёзные проблемы. Могу с уверенностью сказать, что с таким оформлением системы можно совершенно спокойно жить. И несмотря на классическую тему, графическая производительность не снизилась вообще. Я больше скажу, Windows всё ещё использует DVM для отрисовывания окошек, правда уже в классическом стиле, но всё же. То есть и никаких графических глюков в виде шлифов от окна или постепенно появляющихся окошек вы здесь и поймать не сможете. И именно из-за этого в системе всё ещё прекрасно работают UVP-приложения. Будто бы их и не трогали никогда. Если говорить про полезность классической темы, то здесь уже всё на ваш вкус. Да, оно выглядит красиво. Да, программа с ней вообще не конфликтует. Да, снижение производительности невозможно заметить. А в отличие от замены картинки бутскрина, оно не модифицирует ядро системы вообще. То есть условный античит или криптографический софт работать будет. Но нужно ли оно или нет, решать только вам. А на этом всё. Ставь лайк, если тебе понравилось данное видео. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать много чего интересного и помочь мне достичь 50 тысяч подписчиков. Все ссылки на социальные сети и названия музыкальных композиций указаны в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч.